МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Едва ли не самый энергичный борец сборной Павел Лях перебрался в категорию Казбек Акилова и, судя по всему, освоился в ней окончательно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, следующий за лицензию. Серебряному медалисту Новий Сад в четвертьфинальной битве за лицензию не удалось победить армянина Карапета Чаляна. Обидная потеря двух очков из-за падения. Пропуск атак в партере. И в итоге традиционный отрыв всего в один балл. 4-5. Чалян в финал так и не пробился. С каждым стартом прибавляет. Поэтому надеемся, что он тоже пробьется через турниры. Чтобы выигрывать у таких борцов, нельзя допускать таких ошибок и пропускать столько, отдавать баллы. Я, конечно, расстроен, потому что это лицензионный чемпионат мира. Конечно, тут разыгрывается лицензия. Она разыгрывается, завоевывается не человеком. Ну, не для пределочек, а для страны. Поэтому ты чувствуешь ответственность перед всей страной. С армянином я не встречался. Опять же, выступал он в этой категории, только перешел. Так получается, что они каждые два раза в год приезжают к нам на сбор. Приезжают за сбор до чемпионата Европы и за сбор до чемпионата мира. Соперник, в принципе, знал, что я буду делать в партере. Подготовился и неплохо защитился. Ну, были опять же нюансы. Борьба – это не самый такой нежный вид спорта. Первые два балла я пропустил, потому что был такой удар в голову. И пока я все-таки оклемался, он уже забрал два балла. Партер у классиков – фактор чаще всего решающий. Здесь у Павла по-прежнему есть над чем работать. Все-таки борьба в партере – ты можешь отдать очень много сил, но не сделать техническое действие. То есть я могу 40 секунд атаковать, сделать 3-4 попытки, поднять человека. Если ничего не получится, придется встать и бороться дальше. А сил уже не так много, поэтому такие мысли, ну, к сожалению, пропустил. Наверное, не хватило все-таки опыта. Если бы отлично защищался, значит, он бы не отдавал. Поэтому здесь есть проблема, но раньше было хуже. В любом случае стоит отметить важный момент. Олимпийский вес до 77 килограммов, судя по всему, останется за ляхом, которому пришлось постараться, чтобы набрать боевые 5 кило. Набрать массу – это очень легко, накачаться тоже, это, в принципе, несложно, но, опять же, вы же понимаете, функциональные возможности, чтобы… Чем больше мышц, чем они сильнее забиваются. Я даже, набрав 5 килограмм, уже даже бегать гораздо тяжелее. Я чувствую, как у меня забиваются ноги, как у меня забиваются плечи, когда я просто бегу, двигаю руками, ногами. Поэтому есть свои нюансы. И вот здесь актуальным становится часть рассказа, посвященная опытному средневесу Виктору Сосуновскому. Если Даура в Вегасе был единственным обладателем лицензии, то Сосуновский – единственным медалистом. Причем американское серебро позже было подтверждено бронзой Будапешта. Добавим бронзу и серебро Европы, и получим едва ли не самого титулованного борца сборной. Да вот беда. Виктор проявляет себя в неолимпийской категории. Впрочем, и в этом дивизионе даже он не порадовал, проиграв хозяину ковра Махату Ережепову 1-2. Причем по понятной причине судейский фактор в поражении был снова ощутим. Не проявил себя достойным образом. То есть от него ждали больше. И, в общем-то, эти схватки, этих борцов он должен был выигрывать, потому что как по уровню, как борец, он выше класса. И где-то дал себе слабинку, где надо было выкладываться и делать свой прием. Пожалел себя или не знаю по каким причинам, но где-то потом просто не догнал. И здесь понятное дело, что у себя дома боролся с казахом, но не дадут. Я ему сказал, с такой борьбой в Минске он бы выиграл, конечно. Но ты же не в Минске, поэтому здесь надо было выкладываться на 200%. Виктору трудно набрать нужные 5 килограммов для полутяжелого веса. Если уже и пробовать свою олимпийскую судьбу, то логичнее предположить переход в полусредний. Мы допускаем, что можем его рассматривать в этом весе, да, такое может быть. Все может быть. У нас два турнира остается. Все может быть. Вопрос по Вите в 77, ну, открыт вопрос. Это только в плюс, когда конкуренция высокая. Будем надеяться, что это только пойдет в плюс и мне, и Виктору, поэтому, и Вите, поэтому. Я думаю, мы все в команде друзья, поэтому с этим проблем не будет. Веса росли, а лицензий все не было. Надежда оставалась на Николая Стадуба и Александра Гробовика. Привет, Ковородцы. Всем привет. Всем радуемся. Спасибо. 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 Спасибо.